В Городском Доме Культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В Большом Зале Городского Дома Культуры собрались ветераны Вооруженных Сил России, участники боевых действий, офицеры и рядовые в отставке, военнослужащие воинской части, а также будущие защитники Отечества, учащиеся техникумов. Всех мужчин с наступающим праздником поздравил глава Славянского района Роман Сенеговский. Наш праздник объединяет поколения, все поколения, и ветеранов Великой Отечественной войны, и тех, кто воевал в интернациональных войнах, и тех, кто служит сейчас, и сотрудников МЧС, которые помогали нам спасать вот на сегодняшний Славянский район от подтопления, от пожаров, и казачество, которое вместе с нами круглосуточно, и сотрудники полиции. Поэтому я от всей души поздравляю всех защитников, потому что каждый из нас должен защитить свою семью, защитить свою страну. Пожелать, конечно же, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Хотел бы пожелать, наверное, спокойной службы всем нашим офицерам и солдатам. Успехов, удачи, всего самого-самого доброго, дорогие земляки. Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа посвящена благополучию и процветанию нашей великой страны. За твердость и целеустремленность характера, за верность долгу и достойное служение Родине, за личный вклад и активное участие в военно-патриотических мероприятиях Славянского района, а также в честь празднования Дня защитника Отечества, глава района Роман Синеговский вручил благодарственные письма и подарки пожарным спасателям, волонтерам, представителям общественных патриотических организаций. Ерещенко Андрей Васильевич, подполковник внутренней службы, начальник 39-го пожарно-спасательной части, 15-го пожарно-спасательного отряда. После торжественной части концертную программу продолжили артисты городского Дома культуры, которые исполнили всем знакомые и любимые песни. Большинство из них были посвящены любви к Родине и защитникам. Продолжение следует...